Ксюша и Матвей не брат и сестра, но может так показаться, ведь они всегда держатся за руки. Эти дети умеют радоваться простым вещам, сопереживать другим, играть и веселиться. А сейчас участвуют в спортивных эстафетах, с азартом и интересом выполняя различные задания. В Реской вспомогательной школе всего 140 учащихся, и 17 из них – солнечные дети. Солнечные дети – так называют малышей, которым диагностирован синдром Дауна. Но немногие знают, что это не болезнь, а всего лишь нарушение, которое требует коррекции, но не лечения. Цель сегодняшних мероприятий – это привлечь внимание общества к детям с синдромом Дауна и развеять мифы об этом нарушении. Потому что, как и обычные дети, ребята с синдромом Дауна обладают уникальным внутренним миром. Они очень доброжелательные, открытые, занимаются спортом, творчеством. Сегодняшняя встреча посвящена Международному дню детей с синдромом Дауна. И таких детей мы тоже здесь встречаем. И данную встречу мы обозначили проектом. Очередной проект – благотворительный проект, потому как наши педагоги выходят с благотворительной педагогической деятельностью и делают, поверьте, это от души. И проект мы назвали «Солнечные дети». Они на самом деле солнечные, потому что тот свет, который у них есть, такой необыкновенный внутри у каждого. Вы знаете, мы, педагоги, его видим. Знакомство с искусством – также часть программы. В одном из мастер-классов, которые в рамках мероприятия для ребят подготовили педагоги и волонтеры, участвует Даша. Ей очень нравится заниматься творчеством. Вот и сейчас девочка старательно вырезает и приклеивает детали, чтобы получилась аппликация. Кое-кое делаю я из бумаги. Молодец. Получается? Да. И вам помогает, я смотрю, волонтер, да? Да. А скажи, пожалуйста, у тебя много здесь друзей? Да. Леша, мама и папа и бабушка. Очень правильные и добрые ответы. Ведь в каждой семье важно, чтобы ребенок считал родителей своими лучшими друзьями. А вот таких чудесных рыбок в это время делают в соседнем кабинете. Олеся с удовольствием занимается творчеством. А еще она участвовала в соревнованиях по плаванию. Но и это не все таланты девушки. Чутики очень хорошо. Ну а так-то есть подруги, конечно, и друзья. Но самое главное, мне нравится готовить. И еще люблю братья свои и папы тоже. Большое оздоровительно-творческое мероприятие прошло весело и интересно. Особенно оно останется в памяти их главных участников. Такие замечательные и светлые эти дети. Недаром их называют солнечными. Ведь благодаря им мир вокруг, и в том числе мы, взрослые, становимся чуточку лучше. А добрые совместные инициативы вспомогательной школы и многопрофильного центра продолжатся. Ведь такие эмоции для этих детей порой лучше любого лекарства.